МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Правительство направит более 24 миллиардов рублей на строительство школ в регионах". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Крыму прошло успешное испытание ударного беспилотного летательного аппарата «Орион». Он способен поражать наземные и воздушные цели и вооружен управляемыми ракетами различного типа. В Томском гипермаркете произошел пожар. Пламя охватило площадь более 5000 квадратных метров. Обрушилась кровля здания. Причина – поджог. Пострадавших нет. В Перу объявили об усилении санитарных ограничений на период рождественских праздников. Меры приняты в связи с обнаружением омикронштамма коронавируса. Руководители авиакомпаний «Боинг» и «Эйрбас» призвали правительство США отложить внедрение сетей 5G. Они считают, что воздействие волн этого диапазона негативно скажется на безопасности полетов. Помнить, чтобы уверенно идти вперед. В России отметили 142-ю годовщину со дня рождения Иосифа Сталина. Участники торжеств в Липецке убеждены, что сегодня многие россияне связывают свои надежды на преодоление кризиса именно с победами советской эпохи. Коммунисты возложили цветы к бюсту Сталина, установленному возле обкома партии. Такие люди, как Ленин, Сталин, ну, наверное, рождаются раз в сто лет. Нам повезло, эти люди были рождены в одно столетие. И именно благодаря их заслугам наша страна достигла небывалых высот. Ну, не их вина, к большому сожалению, что все это современными правителями утрачено. А народ российский вынужден сегодня жить в этом несправедливом обществе. Церемония продолжилась вручением партбилетов новым членам КПРФ. Собравшиеся говорили о том, что под руководством Сталина страна стала ведущей мировой державой. Сегодня день рождения великого практика марксизма, который взял страну с сахой и оставил ее с ядерным щитом. То, что было сделано за годы правления Иосифа Виссарионовича Сталина, это пока не удавалось в истории никому. Так высоко вознес он державу. В Новосибирске в этот день цветы несли к народному памятнику генералиссимусу на территории регионального отделения КПРФ. Выступавшие говорили о том, что имя Сталина стало для россиян синонимом великой победы. Все западные страны легли, сдались на милость победителя фашизма Гитлера. И только Советский Союз под руководством Сталина выстоял, выдержал и одержал победу. Сегодня, когда в мире идет левый поворот, наследие Сталина становится все более актуальным, отметили участники праздничного мероприятия. Тем больше людей как раз обращается к нему с верость, с надеждой, с тем, что идеи Иосифа Виссарионовича Сталина, верного ученика Владимира Ильича Ленина, он всегда это подчеркивал, будут торжествовать не только на нашей земле, а в конечном счете во всем мире. В Екатеринбурге на историческом здании окружного дома офицеров установили барельеф Иосифа Сталина. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. Официальных комментариев нет. В Министерстве обороны по Центральному федеральному округу, который ведет реконструкцию, предпочитают не обсуждать это решение. Это часть истории, куда от нее деваться. Плохое или хорошее – это наше все. Я люблю и уважаю лидера Сталина. Я очень порадовался за это здание, что наконец-то оно приобрело свой первоначальный исторический вид. Барельеф Сталина появился на фронтоне здания в 41-м году и висел вплоть до 1956-го. Сейчас в ходе реконструкции дома офицеров его вернули на прежнее место, чтобы сохранить исторический внешний вид здания. Никаких других оценок, кроме того, как под руководством этого великого лидера была совершена победа, не может быть в априори. Если вы ставите под сомнение эти факты, то вы ставите под сомнение саму победу. Тогда уж извините, о чем вообще может идти речь. Субтитры создавал DimaTorzok